здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала мой канал сделано в казахстане а к 79 рассказывает и выдает зрителям такую информацию которая самое главное не только интересно но и полезно если вы хотите узнать историю казахского народа его родов и племен биографии выдающихся сынов и представителей казахского народа подписывайтесь на мой канал по приведенной на экране ссылки сегодняшняя моя лекция будет посвящена одной из актуальных проблем в истории не только казахстана но и вообще в мировой истории 53 года неудачно упав с лошади скоропостижно скончался в китае человек который смог сделать то что не удалось самому великому чингисхан завоевал китай и заставил уважать себя все его население звали его мухали чингисхан лично наградил его почетным титулом гован то есть великий князь и назвал вторым после себя человеком в монгольской истории французский историк осон назвал его генералиссимусом тюркского мира признав также его незаурядный талант политического стратега и мудрого военачальника для нас же современных казахов он является казахом которого вынуждены были признать даже в китае но кто же он такой этот мухали и почему китайцы до сих пор с презрением относящийся к нам казахом вынуждены не только уважать память этого казаха но и даже возвели ему целый комплекс в китае об этом удивительном человеке и будет моя сегодняшняя лекция мухали родился в 1170 году в семье одного из вождей многочисленного тюркоязычного племени жалаир по имени гува деда мухали звали баян жалаиры в это время жили долине реки он он на территории современной монголии когда родился мухали в доме его отца появилась белая дымка и шаманы предсказали что этот мальчик будет непростым человеком по историческим данным мухали был смуглым уравновешенным благородным человеком богатырского телосложения ростом более двух метров борцом не знающим поражений и метким стрелком из лука согласно сочинению китайского историка думлин ванши дзя у мухали было четыре брата которые звали верху луху ер целику буха и дайсу все они впоследствии стали видными монгольскими полководцами и отличились при создании огромной монгольской империи во времена междоусобных войн на территории современной монголии 14-летний мухали вместе с отцом и братьями попадает в плен к одному из вождей племени киат темуджину будущему чингисхану с этого момента и начинается не только знакомство но и тесное общение мухали и будущего чингисхана существует несколько легенд о том как и почему вчерашний пленный раб мухали смог быстро подняться до уровня одного из самых влиятельных соратников чингисхана согласно одной из легенд юный мухали предсказал ты муджину великое возвышение и так заслужил его доверие китайско-монгольская хроника юаньши сообщает же другое о том что во время боя с племенем тайчиутов ты муджин был ранен в горло и находившийся рядом мухали не только остановил кровь но и вынес раненого хана из гуще боя я же считаю что все эти легенды не раскрывают истинных причин быстрого возвышения мухали вообще сразу же хочу отметить что быструю карьеру при чингисхане сделал не только мухали но и другие такие же как он низкого происхождения же бе цубеды борчу чила он и так далее дело в том что с детства побывав рабстве много раз сталкиваясь с высокомерием знатных монголов преданный своими родственниками чингисхан предпочитал опираться на своих соратников и выдвигал людей за их способности и личную преданность ему чингисхан прекрасно понимал что именно благодаря своим соратникам он достиг всех высот и постоянно признавал заслуги своих сподвижников собственном возвышении мухали же к счастью был не только лично предан чингисхан но и обладал величайшими талантами стратега и полководца по своей природе настоящий взлет карьеры мухали происходит 1199 году когда он руководит войсками подчинившими ряд воинственных монгольских племен вскоре мухали на ряду сборчи барахулом и чилаоном становится одним из командиров личной охраны чингисхана гвардии кишиктена когда в 1206 году собравшийся к урултай провозглашает тему джина чингисхана мухали назначается главнокомандующим левого крыла монгольского государства и становится таким образом одним из трех высших полководцев монгольской страны рассвет карьеры муха мухали начинается в китайско-монгольской войне которая началась 1211 году благодаря отважным действиям войск мухали на левом фланге армии чингисхана были без больших потерь завоеваны север и северо-восток империи дзынь в 1217 году мухали назначается наместником всего китая и получает приказ чингисхана завершить завоевание китая пока он сам будет заниматься организацией похода на запад из истории доподлинно известно что чингисхан на грамоте вывел золотыми буквами следующие слова пусть должность мухали гувана передается его потомкам да во все времена не изменится подарив личное знамя мухали изготовлено специально для него чингисхан якобы также сказал еще и следующее когда поднимет это знамя мухали принимайте его указы так как будто это я великий хан даю эти приказы кроме этого мухали получает еще два права которые до этого никому еще не выдавались во-первых мухали разрешается вести самостоятельно дипломатические отношения с другими государствами на свое усмотрение во вторых мухали получает право назначать любых чиновников на подвластных территориях не советуясь с чингисханом все это говорит о высочайшем доверии чингисхана который был уверен в полководческих способностях и преданности мухали особенно если учесть что для завоевания территории китая население которого уже тогда составляла около миллиона человек чингисхан оставил мухали всего 23 тысячи монгольских воинов то есть чингисхан не сомневался в том что мухали является великим полководцем в этих непростых условиях действительно заблестела звезда мухали как умелого политика способного поддерживать победу даже в самых сложных и непредсказуемых ситуациях мухали оставшись один быстро оценил ситуацию и понял что одними военными действиями ему китай не покорить и начинает использовать следующую политику во первых он начинает политику натравливание китайских государств друг против друга так например против империи дзинь был заключен союз с другой китайской империи ляо позже после завоевания дзинь империя ляо уже была в свою очередь уничтожена монголами во вторых мухали начинает привлекать в свою армию покоренные китайцами тюркоязычные племена около 10 тысяч воинов например дал мухали народ он гутов то есть это китаизированное племя тюркского происхождения и последнее мухали стал покровительствовать местной китайской знати умело используя их своих целях одновременно местные китайские чиновники также применялись для управления уже покоренными территориями все эти меры способствовали тому что очень быстро миллионное превосходство китая стала превращаться в ничто конечно нельзя сказать что все победы давали смухали легко неоднократно мухали приходилось воевать в открытом бою осаждать крепости и города подавлять восстание в итоге к 1220 году за всего лишь почти за три года вся территория тогдашнего китая была покорена войсками мухали и присоединена к огромной монгольской империи впервые в истории китай который до этого был разделен на четыре государства империю цзинь империю западная ся южно-сунскую империю и государство отдали был объединен в рамках одного государства свою ставку наместник мухали разместил в окрестностях города ханбалы который впоследствии стал столицей современного китая городом пекина вот так вот выходец из казахского племени жалаиров волею судьбы стал первым в мировой истории полководцем завоевавшим почти весь китай и таким образом заложил основы единой китайской государственности современный китай в котором сейчас власть находится в руках коммунистов помнит заслуги великого жалаира мухали и воздвиг ему в городском округе юлин в провинции шэньси мемориальный комплекс охвативший целых три гектара земли на трех гектарах земли раскинулся мемориальный комплекс посвященный мухали говану в городе юлин за могилой казаха из племени жалаир ухаживают с особым почтением 800 лет назад во времена правления великого чингисхана он был фактическим правителем поднебесной я хранитель этого мемориала в пятом поколении до меня здесь работали мои два прадеда дед и отец мне уже исполнилось 73 года скоро передам эстафету своему сыну это наша святая обязанность оказывать почет и уважение великому говану вклад мухали формирование нашей государственности бесценен благодаря его влиянию наш народ смог объединиться в единую империю а давай дань этому не ценимому вкладу мы трепетно храним его наследие за местом захоронения великого полководца следят с особым почтением регулярно ведутся масштабные реставрационные работы за мавзолеем мухали расположены еще 12 строений символизирующих 12 потомков до исчезновения ханства юань занимавших должности гована и наместника китая единственный сын мухали болад был привлекательным добрым к людям джигита не стриг волосы и усы всегда носил мусульманскую чалму любил носить оттягивающую одежду знал несколько языков по указу чинисхана после смерти своего отца мухали он стал его наследником услышав о смерти чинисхана в возрасте 32 лет от сильного горя булат впоследствии заболел и погиб у булата было семь сыновей по имени тасс сухунша батар бонин ерми хан ер бухан алчеш от которых и пошли наследники великого жалаира мухали живущие до сих пор на территории китая и современной монголии из других потомков мухали особо известными стали его правнуки жалкур и амук известные полководцы в государстве хулагу в правлении ельхана абага в современной монголии также чтут память мухали где ему установлен памятник и имеется его личный музей потомки мухали современной монголии даже объединены в отдельный элитный род который называется мухулик а в современном независимом казахстане который в первую очередь имеет право на жалаира мухали имя полководца не присуждено даже хотя бы маленькой улочки в богом забытом поселке имя мухали не знает современная молодежь потому что он не занесен в учебник по истории казахстана и как после этого можно говорить о том что у нашего народа и государства возможно светлое будущее ведь еще в древности мудрые говорили народу забывшему свою историю суждено в будущем быть только рабом нашим мухали гордятся китайцы почитает монголы а почему мы казахи забыли о нем а великом мухали который всегда на вопрос о своем происхождении отвечал что он является жалаира и если мы казахи в будущем рассчитываем на достойное место среди развитых государств то должны знать и чтить светлую память выдающихся представителей казахского народа ведь согласитесь лучше на весь мир хвастаться такими героями как мухали которого признают все современные историки чем придумывать еще раз велосипед казахскому народу есть тем гордиться просто к сожалению этому еще не оказывается должного внимания если вы интересуетесь историей казахского народа подписывайтесь на мой канал по приведенной на экране ссылки помните уважаемые казахстанцы и казахи нашей истории можно и нужно гордиться что он или что он или что он или что он или и что он или к нему он в она Продолжение следует...